Друзья, всем привет, с вами я, Эд Скрайбер, и сегодня у нас мини-мини обзор новиночки Redmi Note 7. Xiaomi представила нам новинку и такую, что просто вау, бомба и бомбит у многих. На самом деле, да, самое большое преимущество, забегая вперед, я сразу скажу, что это ценник этого телефона, о котором мы поговорим немного попозже. Давайте попытаемся изобразить этот телефон, нарисовать, сделать это красиво, насколько это возможно, насколько позволяет мои кривые руки. Итак, погнали. Это Scribe News. Смартфон стал моделью компании с каплевидным вырезом, такой же вырез был и у Xiaomi Play. В аппарате установлена IPS-матрица, сверху стекло Gorilla Glass 5-го поколения, 6,3 дюйма разрешения, IPS-матрица, Full HD+, разрешение. Здесь уже нам, в принципе, все знакомо и очень похоже на конкурента этого телефона. Возможно, это будет действительно единственная из конкурентов этого телефона Asus Zenfone Max Pro M2, потому что там такой же экран, такое же разрешение, в принципе, по экрану, я думаю, Xiaomi не будет сильно лучше. Но у Xiaomi-шки есть другое преимущество, о котором мы тоже поговорим немного попозже. Главное, наверное, за что полюбит Xiaomi Redmi Note 7. Ой, извините, друзья, не Xiaomi, а просто Redmi Note 7, это же все-таки суббренд компании. Так это за то, что туда установили USB Type-C. Мы очень долго этого ждали, я не знаю, почему Xiaomi так-то мило нас. Может быть, они ждали вот эту кульминацию, они же знали о своих планах, о том, что они будут выпускать такой вот суббренд. И вот они решили просто бомбануть сразу же. Вот вам, друзья, Type-C просили, пожалуйста, получите. Если NFC в этом телефоне, побрейтесь, нет. Так сказал нам Ляо Дзюнь. Итак, вы здесь видите USB Type-C, здесь решетка динамиков, здесь решетка, которая будет, скорее всего, фальш-решеткой. Далее на обратной стороне мы тоже видим стекло, которое переливается, очень красиво, градиента. И понятно, в чью сторону это удар, потому что это 100% удар в сторону Honor. Honor тоже является суббрендом компании Huawei, и Xiaomi, представляете, замахнулась, завысилась прям побить Huawei и Honor. На самом деле мы думаем, да что там бить, потому что мы всегда покупаем Xiaomi и не паримся. Но на самом деле на мировом рынке и в Китае, нужно это понимать, Honor и Huawei это реально столпы, это столпы экономики и всего такого. Потому что Xiaomi там только-только начинает пробиваться наверх, но пробивается такими темпами, что, друзья, прям все великолепно и хорошо. Итак, мы попытались изобразить заднюю часть телефона. Очень она красивая получилась у Xiaomi, у меня вот такая, какая получилась. И далее еще мы рисуем с другого ракурса тоже заднюю крышку. Видим, что здесь стандартный сканер отпечатков пальца. Скорее всего, также будет разблокировка по лицу. Пока что непонятно, как она будет работать, но сдвоенный модуль камеры сверху. Он немного выпирает, да, то есть это можно заметить. И самое главное, наверное, после USB Type-C здесь камера на 48 мегапикселей. Друзья, это бюджетник с 48-мегапиксельной камерой. Но какие там будут линзы, будет это рандом. И, скорее всего, это будет рандом, потому что нельзя за такие деньги устанавливать сюда камеру на 48 мегапикселей. Просто, друзья, это нельзя. Это работа в минус. Это просто-напросто невозможно. Поэтому, скорее всего, здесь будут какие-то левые линзы. Но, действительно, будет очень крутой пиксель. 48 мегапикселей, апертура f1.8 и камера от Sony IMX 586. То есть, точно такая же стоит на Honor V20. Только вдумайтесь, Honor V20 это прям флагман от компании Honor. И здесь такой же пиксель стоит. Наверное, все-таки здесь будет немножко по-другому снимать. И не то, что немножко, а гораздо хуже. В общем, дополнительная камера на 5 мегапикселей. Апертура f2.4. Все ожидаемо. В общем, Ляо Цзюнь нам наваривал на то, что он очень-очень хорошая камера, которая просто справляется с всеми задачами. Он сравнивал там чуть ли не с флагманами, что это, типа, один из самых крутых прорывов и так далее. Но все покажут, друзья, только тесты. Потому что все-таки у Xiaomi очень большие заявки на презентациях. Но по факту все остается немножко по-другому. Хотя и в целом, даже в целом, несмотря ни на что, в целом все равно все отлично и все круто. Очень красивый телефон получился. Мобилка действительно красиво получилась. Беспроводным модулем связи LTE пока неизвестно в каких бендах. Но Xiaomi также показывает, что на глобалке они стандартно делают 3, 7, 20 бенды. Они нам нужны. И также другие бенды вы тоже видите. Wi-Fi здесь 2,4 Гц будет. 5 Гц, скорее всего, тоже будет поддерживать. Потому что Xiaomi, в принципе, в этом плане тоже хорошо. Bluetooth 5.0 и порт. GPS, в общем, полный набор, все, что необходимо. Есть ли здесь NFC? Ляо Дзюнь сказал, побритесь, друзья. Нет. В принципе, за этот ценник даже, может быть, и не нужен. Можно пойти на этот компромисс. Хотя я, честно говоря, пользуюсь. Мне очень нравится. Но вот у Xiaomi с этим проблемы. По камню здесь все великолепно. 660-й Snap 14 нанометров. Ядра типа Creo. Видеоускоритель Adreno 512. И версии есть на 3,32, 4,64, 6,64. Память оперативная типа LPDDR4X. Здесь все по максималке великолепно. Android 9, новиночка. MIUI 10 тоже все здесь новое. Абсолютно это, в принципе, логично. Также здесь можно установить две сим-карты Nano. И либо одну Nano-симку и одну microSD. Тройного слота сюда не завезли. Вот пока что у Honor это единственное действительно преимущество. И у Asus это одно из единственных преимуществ. Не учитывая, что у них есть еще NFC. Вот в этом фишка этих телефонов. Если бы сюда сделали тройной слот и NFC, то все. Это просто космос. Добавили, допускай, там добавили 25-30 долларов. Все бы раскупали Xiaomi. И тогда был бы просто абсолютный провал у Honor и у Asus. Также есть здесь мини-джек 3.5. Великолепный отпечаток пальцев. По звуку пока что ничего не понятно. На презентации тоже особо ничего не говорили. Батарея стандартная уже для ноутов. 4000 мАч. Но здесь есть Quick Charge 4.0. Скорее всего в комплекте ее не будет. Но она докупается. Ну и самое главное, друзья, по ценнику. Ценник здесь на 3 версии. 3.32, 4.64, 6.64. Первая версия около 150 долларов или 11 тысяч рублей. Вторая 175 долларов или около 13 тысяч рублей. И последняя версия 205 долларов или 14 тысяч 500 рублей приблизительно. Друзья, ну это действительно бомба. Бомба за свои деньги. Телефон просто мечта многих. Как только появится возможность, я, друзья, обязательно закажу этот телефон. Протестируем, проверим, посмотрим, как он работает. На презентации его просто бомбили. Его хотели разломать, разбомбить, раздавить и так далее. В общем, он какой-то супер прочный и так далее. Конечно, все это нужно проверять и смотреть. Что хотелось бы сказать, друзья. Пишите свое мнение в комментариях. Оно обязательно у вас есть. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайк этому видео. Ну и все такое. Делайте репост этого видео, если у вас есть такая возможность. Всем отличного настроения. Всем пока-пока.